Гапаладжи, который хотел испытать это особое служение своего чистого преданного, почему? Потому что если нет желания Господа на это, как Шилабактин Дакур объясняет, когда дорогой преданный служит Господу в то самое время, все, что обычно он принимает от обычных людей и занимает это в служении, даже те, которые совершают пожертвования, не напрямую они освобождаются через этого чистого преданного, который служит Господу. Таким же образом, Шиматхавендра Порепата, как мы слышали, как Чорга Пенат и также Сакши Капал. Вы знаете эту историю, связанную с тем, как Господь ценит эти особые любовные взаимоотношения со своим чистым преданным, как в случае Сакши Капал и Кирчор Голь Пенат, который для Матхавендра Пори сохранил горшочек с киром. Читание Чиритамрите также объясняется, как Шичитане Махапрабу, он принял, обрел, как Адвета Ачари, он являлся учеником от Кавендра Порепата, А Шичитане Махапрабу являлся учеником Ишварипури Пат, который в свою очередь являлся учеником от Кавендра Пори. Шичитане Махапрабу сегодня также его день явления. Когда Шичитане Махапрабу ушел из материального мира, из шестерого господа, они дали наставление, Шичитане Махапрабу дал им наставление, чтобы установить божество, обнаружить святые места, описать правила Арчина Дипика и также описать, найти забытые святые места. И все эти четыре желания, Шичитане Махапрабу шестерого господа, которые находились во вредовании, они строго следовали, А Шиньевас Ачари, он был учеником Гапала Батадаса господа. Вы знаете, как трое учеников Шиньератама, Шиньевас и Шиманада Прабу, который был учеником Хедвай Чайтане, А Шиньератан Дастакур, который был учеником Шилаканадха да господа, как они встретились вместе и стали обучаться у Джива Госвами, приняв у него Шикшу наставление. Джива Госвами, он был очень искусен, квалифицирован в ведах, в заключительных истинных священных писаний, и также он был переполнен чистой преданностью. И Джива Госвами, он дал священные писания, и он хотел, чтобы они проповедовали по всей Индии для проповеди, и они погрузили все эти книги на бувалиную повозку и отправились. Вот это Шиньевас Ачария, как он принял приют Гопалбата Госвами, когда же он, совершая парикраму, он обрел Даршан Кришна, Даршан Кришна начал звать Уратха У Кришна, вот в этой шлоке, которая посвящается Шатга Свами, как они шли на берег Емуны, как они звали Уратха У Кришна, и Шиньевас Ачария, он также совершал бажен в этом настроении, Шестерых Госвами, он также ходил по святым местам, и в состоянии экстатического любви он звал Уратха У Кришна, где Вы? И там царь, который узнал о том, что один астролог предсказал, что в лесу находится группа людей, с которых есть булавая повозка, на которой бессмертные сокровища, и когда они находились недалеко от этого места, где жил царь, они обнаружили утром то, что книги все исчезли, Шиньевас Ачария остался, а Наратам Прабу и Шямананда Прабу, они последовали один в Ассам, а другое место Индии, и когда он пошел, он остался на этом месте, он решил найти эти сокровища, эти книги, без которых он не хотел возвращаться, и он пошел к этому царю, он в действительности сейчас говорит, он пришел в собрание этого царя, Шипат Шидар Махарадж, начинает продолжать, и он увидел, что Гопи Гитл читают в этом собрании, и другие, и другие, и они начали, и кто-то говорил о настроении вража Гопи, и Шиньевас Ачария, слыша совершенно неподходящим образом, как это все объясняется, почему, потому что именно даже мелодия, мелодия, которую он начал рассказывать Гопи Гитл, она была настолько привлекательна, что все сразу же были очарованы рикотхою, нектарной рикотхой Шиньевас Ачария, когда он начал объяснять эти возвышенные темы Шимат Бхагаватам. И на следующий день, когда царь спросил Шиньевас Ачария, что произошло, почему-то такое печально, он сказал, мы шли в лесу, и нас ограбили, забрали наши книги, поэтому я очень опечален, как я, и тогда царь, он догадался, что это как раз, что как раз Шиньевас Ачария, он находился в этой группе, и он признался ему, что что произошло, он отдал ему, когда Шиньевас Ачария, он должен был, Шиньевас Ачария, он был сыном Читания Адаса, который следовал, следовал Читания Махапрабу, и который всегда плакал в разлуке с ним, и поэтому его назвали Читания Адас. он являлся учить этим отцом Шиньевас Ачария, и он молил Читания Махапрабу о том, чтобы мой сын стал чистым преданным, и зная настроение своего преданного, он сказал, Шиньевас Ачария, он даровал благословение Читанию Адасу, и таким образом, там в книге объясняется история, как Шиньевас Ачария пришел в материальный мир по благословению самого Читания Махапрабу, по наставлению самого Читания Махапрабу. Там также есть истории, связанные в Читании Чиритамрите, как вот воры, там в одной истории, они стали чистыми преданными Господу Читания, и точно так же, когда Шиньевас Ачария сказал о том, что вот книги были похищены, и этот царь, он был очень опечален тем, что он так поступил, и он признался, и затем он попросил Шиньевас Ачария, чтобы он принял его в качестве своего ученика. Шиньевас Ачария, как Шиньевас Ачари, который совершал особое служение Шиньевас Ачари, однажды на Радакунде, и в то самое время Рамачандра, который вот здесь в этом баджане упоминается. Шиньевас Ачари, он являлся духовным братом Шиньевас Ачари, но он просит Рамачандре о его общении с ним, который являлся учеником Шиньевас Ачари. И вот он здесь, в этом баджане, с молитвой обращается, что он желает обрести общение, благоприятное общение с Рамачандром Дасом, который является учеником Шиньевас Ачари. И вот он здесь, в этом баджане. Однажды Шимать Ачари потеряла колечко в носу, когда она принимала мовение на Радакунде. И в это время очень много удивительных лил связаны с этими событиями. Два браманических мальчика, которые поклонялись Кале. Итак, Даши Невас Ачари, он рассказывал Хари Катху. И вместо того, чтобы пойти на поклонение к этой Дурге, они остановились, слушали Хари Катху сладостную. Их сердца поменялись, и они остались в Ладоснестов Шиньевас Ачари. Эта история связана с его проповедью. И Калыш Невас Ачари, он также, даже царь послал какого-то брамана, очень бандита такого, чтобы он в словесном поединке победил Шиньевас Ачари. Шиньевас Ачари, что он сделал? Он подумал, что если я, когда уже этот образованный бандит, он должен был уже прийти в деревню, ученик Шиньевас Ачари. Он просто как бы стал продавцом, якобы он где-то там на базаре чем-то торговал, на пути. И как бы он был в таком, он был как бы бедный такой. И он начал говорить на английском языке. И когда в эту деревню пришел этот бандит, и он подумал, этот простой продавец с овощами, он говорит на английском языке, являясь учеником Шиньевас Ачари. И он тогда подумал, что же, если он уже говорит на санскрите, и он очень духовно объясняет совершенно квалифицированным образом. Он спросил его, как тебя зовут. И тогда этот ученик, он сказал, «На самом деле, ты спрашиваешь меня, как зовут, но у меня это имя, в действительности я на уровне души, я являюсь Нитья Адас». И когда он узнал, что он является учеником Шиньевас Ачари, он отказался от этой мысли. Вы знаете, когда мы парикраму совершаем, там в том самом месте, где Шиньевас Ачари совершал свой баджан, в этот Рамачандра Кавирадж, он должен был жениться. И он должен был в со мной деревне поехать в другую деревню, где жила его невеста. И на пути, в этом месте, куда он должен был ехать, он увидел то место, где Шиньевас Ачари совершал баджан. И вот эта свадебная церемония приблизилась к этому месту. И Рамачандра, он увидел Шиньевас Ачари, который сидел, и когда он обратил на него внимание и сказал ему, «Ты очень красивый, куда ты собираешься?» Он ответил, «Сегодня день моей Шиньевас Ачари». И я сегодня, как бы он сказал, объяснил, по какой причине. И далее, Рамачандра, и Шиньевас Ачари сказал, «Это женитьба, это лишь что касается телесных потребностей, и на самом деле, ты думаешь, что ты сегодня очень счастливый, но на самом деле, вот ты сегодня, ты открываешь день, дверь в ад». И другими словами, Шиньевас Ачари начал рассказывать Харикатху о том, что эта семейная жизнь, она подобна этому темному колодцу и так далее. И он очень внимательно слушал, смотря на Шиньевас Ачари, а затем он решил, «Я никуда не поеду, я останусь рядом с этим святым и буду находиться, находиться и обучаться у него». И он поменял свое решение и уже больше никогда не вернулся в материальную жизнь. Мы также слышали истории, связанные с Шиньевас Ачари, как от Шиньевас Ачари один раз, один бандит, который был предводителем Шайка и бандитов, он услышал «Нектану Хальдку Шиньевас Ачари», его сердце поменялось, и он отказался от своей греховной деятельности, также принял приют водоснестов Шиньевас Ачари. Шиньевас Ачари «Нектану Хальдку Шиньевас Ачари» Сегодня Пудшипа Ачари Перечисляет особенные титхи, сегодня также День Явления Шри Радха Романа Такурджи. Когда Шичитане Мохапрабу пошел на юг Индии, в то самое время, в Ширангам, в это самое место, где жил Гопалбата Госвами, Это место, где он остался на месяц 4 мая, 4 месяца сезона дождей на юге Индии. И каким образом? Шечетание Махапрабху, в котором находился 4 месяца Винкана Бата, отца Гопал Бата Госвами. И как они, Прабхадананда Сарасвати, который являлся дядей Гопал Бата Госвами, как он стал чистым преданным и ушел во Вриндаван. Гопал Бата Госвами было тогда 11 лет. И как он слушал эти рассказы и эти обсуждения между Читанием Махапрабху и Винкана Бата Госвами, который поклонялся Шинарайне. И Шечетание Махапрабху сказал, что вы поклоняетесь Лакшме. Но то же самое Лакшме, она оставила служение Шинарайне. И она оставила его и пошла во Вриндаван, в Билбане до сих пор она совершает суровые эскезы. Она оставила своего супруга Шинарайна. И для того, чтобы участвовать в Рассалили, она оставила свои обязательства, свое целомудрие. И она пришла к Кришне. И тогда Винкана Бата Госвами сказал, что ничего этого не слышал. И тогда через Читание Махапрабху он процитировал очень много шлок из Шримад Бхагаватам, которые объясняют эту слабостную историю и из других писаний, для того, чтобы подтвердить это утверждение. В этой шлоке, которую Удава произнес, по великой удаче, которая даже недоступна Лакшме, но в Раджагопе они более удачливые. Почему? Потому что они могут держать Кришну за руки, они могут обнимать их щитличные, его руки, подобно лотосам, которые обнимают плечи в Раджагопе. И молятся. В этой шлоке Удава молятся. Рассказывайте свочайшие лилы, которые происходят во время войны. Многопотни также объясняют в этой шлоке, Лакшме, когда услышали о славе, о славе в Раджагопе. И для того, чтобы достичь этого высокого положения, она до сих пор совершает в Белване аскезы. Еще читание Макрабу, он процитировал все эти шлоки, и он сказал, что я изучаю священное писание, но я никогда не знал об этом. Если вы хотите войти в глубокую философию, что вы должны делать? Вы должны принять приют Вайшнава. Чечитание Макрабу является Вайшнав. Он является Джагат-гуру для каждого. И те, которые находятся в линии читания Макрабу, они только в состоянии войти в глубину этой философии. И тогда читание Макрабу, он подтвердил множественными шлоками это возвышенное положение Кришна Бхакти. И когда уже сезон дождей закончился, читание Макрабу должно было уйти. Гопауба тогда с вами. Он хотел пойти с ним. Он сказал, что ты должен остаться. И ухаживать за своими родителями. Когда они уйдут из этого материного мира, ты должен будешь прийти во Вриндаван. И читание Макрабу, он хотел установить, кто-то может сказать, что читание Макрабу говорит о том, что служение родителям это выше, чем служение Господу. Но, нет, это не совсем так. Читание Макрабу, он осознавал, с каким преданным он может выполнить какие-то свои задания, свою миссию, через каких преданных он может это совершить. И поэтому его наставления были различны. Правила и предписания, которые существуют в священных писаниях для поклонения таку ржи, они очень строгие. Праману-джи, сампрадай, особенности, потому что они очень квалифицированы в ваиде-бхакте. Но Шичи Тани Макрабу, он хотел, чтобы в нашей Гаудии, Матхово, Гаудии Сампрадай, также были такие, чтобы священные писания, которые также подтверждали все правила предписания необходимые, такие как Арчина, Дипика и так далее. И поэтому он хотел, чтобы Гопалбата Госвами остался в семье. И он осознал все эти знания, когда в будущем он придет, он сможет описать эти все правила и предписания, которые должны регулировать также преданное служение. То есть Шичи Тани Макрабу, он заранее знал, и поэтому он дал это наставление. Гопалбата Госвами сказал, что когда твои родители покинут этот материальный мир, тогда ты должен, будешь прийти во Вриндаван. У Читания Макрабу был шилограмм шила. Гопалбата Госвами, который получил шилограмм шилу от Читания Макрабу, он все время держал ее на своей груди. И он, когда пришел во Вриндаван, кто-то, кто-то, вы знаете, Гопалбата Госвами, который, находясь во Вриндаване, он поклонялся шилограмм шилу, у которого было, у него было несколько шилограмм шилу. И он все время, он как-то однажды подумал о том, что очень хорошо было бы, если бы он мог очень прекрасно украсить их, как, вот если бы он приняли бы такую прекрасную форму, так уже, и я бы мог его подевать каждый день, переодевать, что невозможно с шилограмм шилой. Шилограмм шилой. И Гопалбата Госвами, являясь гуном Анжаре в Кришна-Прилиле, у него появилось желание очень красиво украсить такуржи. Он подумал об этом, а утром, когда он пришел на Емуну, принял омовение, вернулся, он увидел трибанга лолиты в форме прекрасной такуржи, которая проявилась. Он находился вот в этой удивительно прекрасной трибанга лолиты в форме, и он позвал всех с вами, и они все обрели Туаршин такуржи, необыкновенно прекрасен, вы можете, мы можем даже себе представить, как вот это маленькое божество, шик лично у него маленький, и у него улыбка, и вот эти зубы, эти прекрасные зубы видны, когда он улыбается, и в этой трепанга лолиты в форме, в трех местах изогнутой форме, он держит в руках флейту, это, 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 такуржи совершенно изменителем, и прекрасен, и его назвали радароман, это, 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 Субтитры сделал DimaTorzok